Перед показом пресс-конференция с участниками Великой Отечественной войны, где обсудили новые военно-патриотические фильмы. Поговорили о защитниках и героях Отечества, тяжелых сражениях за Севастополь во время Великой Отечественной войны. Премьеру фильма начали с выступления казачьего хора. Директор киноцентра организовала для гостей чаепитие. Предприниматель Амазасп Эриянов сделал небольшой подарок ветеранам и выкупил все билеты на предпремьерный показ фильма «Битва за Севастополь». Я хочу попросить нашу молодежь уделять больше внимания. И не только в День Победы вспоминать о наших ветеранах, но и чтобы всегда помнили и передавали своим детям их великий подвиг. После показа мы решили поинтересоваться, какое впечатление произвел фильм. Я сидел, слезы у меня катились, потому что настолько это жизненно, настолько это, как говорится, за сердце берет. Поэтому спасибо, что поставлено и не забывают наших фронтовиков, не забывают то, что было во время войны. Светлану Фроловскую тоже растрогал фильм, ведь эта тема ей, как никому, знакома. Отец Светланы Николай Дейнега тоже, как и главный герой фильма, был снайпером. Держал оборону Севастополя, также был ранен, эвакуирован. В общем, все как в фильме, но только одно отличие – это была не игра актера, а реальная жизнь. Мамин отец, мой дед, защищал Севастополь, держал оборону Севастополя, был снайпером. Это как раз получился фильм про него, вот эти вот все моменты. Его вывезли раненого на Кавказ, тоже так же успели. И потом он там лечился в Грузии, присылал фотографии. Фильм произвел огромное впечатление на всех кинозрителей. Выходили со слезами на глазах и растерянными лицами.